В эфире праздничный выпуск новостей РТК Зубайкалит. 2023 год во многом был непростым, но ярким и продуктивным. Мы собрали топ-5 самых значимых событий, которые произошли в жизни нашего региона. Подробности расскажут наши корреспонденты. Топ-5 событий 2023 года мы начинаем с волнующей всех, без исключения темы, специальной военной операции, которая продолжается второй год. За это время произошло многое. Забайкальские бойцы, которые героически сражались на передовой, получили государственные награды. Вместе с тем волонтеры из 18 районов нашего региона объединились в один большой отряд «ГУРАН». Ежемесячно они отправляют больше 10 тонн груза за ленту, в которую вкладывают не только необходимые вещи, технику и медикаменты, но и частичку своей души. Эмоции самые непередаваемые, когда ты идешь по узлу связи с железнодорожным, и кто-то кричит Лена, ты поворачиваешься, а там наши ребята зато поселка годные, военнослужащие. И когда ты их видишь, все, больше тебе ничего не страшно, вот они здесь, родные. Делегация из Забайкалья уже несколько раз побывала на территории ДНР. Накануне главы районов Читы, глава Сретенского района Алексей Закурдаев и заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Сапожников побывали в Старобешевском районе. У нас задача состоит у глав районов, и договоренность есть она давно, мы это не раз уже делали, что каждый район покупает новый автомобиль, каждый. И в этот раз было закуплено автомобили, соответственно, мы увезли новые машины. Это идет сбор у нас по районам, сбор идет здесь, со всей средства денежной, которые нам помогают и предприниматели, и наши граждане, горожане. То есть у всех свой вклад есть, ну и также стараемся, чтобы внести тоже свою лепту, и депутаты законодательного собрания активно сейчас участвуют в сборе. Мы собрали увазики, отправили нам ребята, фонд добровольцы Донбасса, им спасибо большое, они в тесных с нами отношениях, они нас закупили, из Томска перевезли машины в Ростов. Следующее важное событие, которое стало по-настоящему долгожданным не только для забайкальцев, но и для всех россиян, открытие границ с Китаем. На территории нашего региона находится один из крупнейших железнодорожных пунктов пропуска Забайкальск, через который ежемесячно проходят сотни тонн груза. Именно в 2023-м, спустя три года, было открыто и пассажирское сообщение. Первая группа китайских туристов побывала у нас уже в марте. Сейчас очень просто, по нашей информации, достаточно иметь бронь от гостиницы и можно оформить себе туристическую визу вплоть даже на полгода. С 8 января была открыта граница, мы уже начали проводить работу, совместно, конечно, с Министерством экономического развития, при их поддержке. Ну и вот результатом стало, что уже в начале марта у нас поехали первые группы. Еще одно судьбоносное событие для Забайкальского края произошло в июне 2023 года. Депутаты Законодательного собрания региона приняли в двух чтениях закон об отмене районного коэффициента. Согласно проекту закона, в общей сложности заработные платы 115 тысяч специалистов должны вырасти на 18%. Обсуждение законопроекта получилось бурным. Уважаемые депутаты, я благодарю всех тех, кто принимал активное участие в рассмотрении данного закона, предлагал варианты решения и очень неравнодушно относился к тому, каким образом будет исполнение данного закона реализовано на территории Забайкальского края. Сегодня, в этот, не побоюсь этого слова, исторический день, в ваших руках судьба 115 тысяч работников бюджетной сферы, которые смогут ощутить реальное повышение заработной платы и обеспечить в дальнейшем ее рост в соответствии с обязанностью, которая наложена на нас с вами. Четвертое место в нашем ТОПе самых значимых событий года занимает чемпионат России по стрельбе из лука, который минувшим летом прошел в поселке Агинское. Он стал поистине уникальным, ведь после снятия санкционных ограничений турнир такого масштаба состоялся впервые. К тому же, в последний раз этот чемпионат проводился здесь ровно 50 лет назад. В нем приняли участие более 300 лучников из 34 регионов страны, в том числе 12 заслуженных мастеров спорта и 48 мастеров спорта международного класса. По его итогам у забайкальских спортсменов 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Сегодня представим дисциплину у нас классический лук мужчины-женщины, блочный лук мужчины-женщины. Выступают все сильнейшие спортсмены России, в том числе призеры Олимпиады в Токио, Рио-де-Жанейро. Мы не могли обойти стороной и еще одну важную дату, которую в этом году празднует Забайкалье – 370-летие со дня вхождения нашего региона в состав России. Отметили его с настоящим размахом на главной сцене страны в Кремлевском дворце. 330 забайкальцев приняли участие в концерте и смогли покорить сердца почти 6000 зрителей. А все благодаря колоритности и самобытности сценария. В почти 10 московских областей по размеру живет сегодня семья в 1 миллион человек. Все почти друг друга знают. Куда, в какое село не поедешь, каждый там так или иначе друг друга знает. Когда что-то горит или тонет, а у нас с этим полный порядок, то соседнее село идет спасать другое. Это в большинстве случаев в крупных городах по многим территориям России, особенно европейских, где люди живут на одной личной клетке, нередко не знают, как друг друга зовут. Там совершенно другой уклад. Вот так, ярко и продуктивно прошли 365 дней для Забайкалья. И мы верим, впереди наш регион ждет только самое лучшее. Эльшат Сафаров, Екатерина Бакшеева. РТК Забайкалья. Дорогие земляки! С большой благодарностью и огромным уважением поздравляю вас с новым 2024 годом. Мы с вами преодолели все, справились со всем. Как правило, когда мы поздравляем друг друга с новым годом и в предыдущие годы, желаем что-то себе полегче, попроще. Но жизнь поставила перед нами совершенно другие вопросы. И я благодарен каждому из вас, каждому забайкальцу, и тому, кто находится на специальной военной операции, их членам семей, каждому жителю нашего края, на самых разных постах, в самых разных местах нашего проживания. Огромное спасибо за то, что мы со всем справились, все сделали вместе с нашей великой страной, с нашим самым сильным в мире политическим лидером, Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, мы побеждаем на фронте. Безусловно, мы смогли сохранить нашу экономику и обеспечить ее ускоренное развитие. Мы наращиваем заработные платы. Мы с вами справились и с коронавирусом, который потрясал весь мир. Справились с самыми мощными пожарами 2019 года, с самыми большими наводнениями в нашей стране в 2021-2022 году. И продолжаем справляться со всем. Строим и ремонтируем сотни объектов. Детских садов, школ, поликлиник, больниц, предприятий. Предоставляем новые рабочие места. Увеличиваем заработную плату и благосостояние. И сегодня я хочу пожелать каждой семье, чтобы та новая сила, которую мы обрели, которая сделала нас достойными наших предков, достойными того исторического времени, которое легло на наши плечи, поблагодарить за это и пожелать каждой семье благополучия, любви, даже если кого-то нет рядом, чтобы он был все равно окружен заботой, вниманием, теплом. И нам нужны крепкие семьи, настоящие сильные отцы, верные, заботливые матери, внимание к нашим старшим и воспитание наших детей так, в нашем веке гаджетов, смартфонов и интернета, чтобы они были достойными сынами нашего великого народа. С Новым 2024 годом, друзья! О том, где и с кем справлять новогодние праздники, многие задумываются заранее, вспоминая народную мудрость, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но приметы, всего лишь приметы, именно это своими историями решили доказать забайкальцы, поделившиеся личным опытом с нашим телеканалом. Согласно недавним социологическим опросам, каждый третий россиянин уверен, что лучше всего отмечать Новый год дома в кругу самых близких людей. Но оказаться в теплой семейной обстановке на практике удается не всегда. Волей судьбы забросить может куда угодно. Некоторые забайкальцы сегодня согласились поделиться с нашим телеканалом самыми незабываемыми воспоминаниями о том, где застал их бой курантов. В 1991 году я трудовую деятельность очень много отдал времени российским железным дорогам. И тогда еще был комбинат питания, станция 2-я. Я работал директором вагона ресторана, молодой еще, после армии, там 23, по-моему, что-то такое года было. То есть 450 детей в составе, которые мы везли на эти экскурсии, которые на школьных каникулах. И здесь, значит, у нас из строя вышли там несколько работников в одном из наших вагонов-ресторанов. И тогда это зима, тоже было очень холодно. А, естественно, в те времена, как и сейчас, наверное, еще продолжает вагон отопиться углем, вагон ресторана тем более углем. И вот, значит, пришлось подключаться к этому процессу, то есть самому физически браться за эту лопату, эту топку чистить, по-новой запускать. А у меня был такой волшебный, такой большой, длиннющий, два раза оборачивался очень хороший белый шарф, мама мне подарила его. Вот. И я в этом белом шарфе, в такой светлой кофте. Значит, и вот это все, весь этот уголь. Потом, конечно, надо было, когда все это успешно ликвидировали, всю эту аварийную ситуацию, естественно, надо было видеть себя в зеркале. 29-го вечером родилась моя дочь. Не думали мы о наступлении Нового года. Лежали мы в палате вчетвером с девочками. У них были мальчики просто неспокойные. Они постоянно кричали. А моя папа кушает и спит, и спит, и спит. И дети устроили просто сюрприз. Они все уснули. Все уснули, такая тишина. Мы встали с девчонками, помню, возле окна, посмотрели фейерверки, салюты. Рождение ребенка, и как-то вот все это перекрыло. Это, наверное, единственное такое счастье было в этот Новый год, что не нужно никаких новогодних, новогоднего стола, ничего вообще просто. Это, наверное, на всю жизнь запомнится. Ввиду того, что я работаю вахтой, более 15 лет уже, у меня было 8 раз, когда я встречал Новый год на вахте. Встреча с 2010 на 2011 год, когда мы с моим коллегой, у нас случилась нештатная основка конвейера. Есть в обращении такой процесс, как фильтрация, то есть удаление твердой фазы от жидкой. Соответственно, то, что твердая фаза отделяется, она падает на конвейер и уходит в отвал. Конвейер, представляет, как бы лента резиновая, ну, между двумя барабанами, и она ушла, то есть от своего места она ушла в сторону, и мы его с без 10, 10 до 2 ночи откапывали просто, чтобы запустить в работу. Соответственно, Новый год мы встретили с лопатом в руках, где-то внизу, там, на нулевой отметке на фабрике. Подняли все уже замученные, грязные, замерзшие, но конвейер был запущен, и производство как бы не останавливалось. Ну, один из самых, наверное, незабываемых случаев был, когда мы встречали Новый год, непосредственно новогоднюю ночь, в стенах моностационара по лечению ковидных больных. Это был такой пик пандемии, как раз 2021 год. Мы решили с моей коллегой, с Анастасией Алферовой, вместе пойти и таким образом и врачей поддержать, и посмотреть, каким образом работают еще вот в ночное время. Мы приехали, нас врачи встретили, мы, естественно, облачились вот все вот эти специально антиковидные защитные костюмы, прошли в ту палату, где оказывалась самая интенсивная терапия, то есть там лежали люди на аппаратах ИВЛ, вот в 12 часов бой курантов, и начинается, ну, вы знаете, да, пальба, очень много фейерверков по городу. Мы пошли в конец коридора, там темное окно, мы выключили свет, чтобы видеть город весь, и вот врачи прямо так сгрудились, и вот все вместе они стояли вот в этих костюмах, вот это почти такой космический какой-то пейзаж, там на очках отражаются вот эти огни, и мы стояли, смотрели вместе с ними в окно. Это такой был проникновенный момент, и я вот здесь ощутил как раз вот, что мы действительно с этими людьми, в общем-то, такое хорошее дело, да, делаем, мы освещаем их деятельность, они спасают жизнь. Таких историй в Забайкалье большое множество. Главное, в чем сходятся все наши герои, заключается в одном. Неважно где и в каких условиях встречать Новый год, важно верить в чудо, вопреки всем приметам. А счастье оно приложится. Екатерина Пешкова, Сергей Миртов, Владимир Николаев, РТК Забайкалье. Дорогие четинцы, гости нашего города, Забайкальцы, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2024 такой долгожданный, потому что 2023 был для нас сложный, такой очень нестандартный в условиях, очень сложной социально-политической обстановки. Я желаю каждому из вас, чтобы все желания и мечты обязательно исполнились. Пусть будет у вас хорошее настроение, пусть ваши дети, ваши родные и близкие обязательно вас радуют. И самое главное, конечно же, это здоровье, для того, чтобы мы имели возможность реализовывать все наши с вами мечты. Пусть у нас будет тепло в домах, светло в домах и благополучие в наших семьях, и тепло, конечно же, в наших сердцах. Я поздравляю вас с праздником. Вы смотрите новости РТК Забайкалья. Продолжаем наш новогодний выпуск. Каждый Новый год хочется порадовать близкого человека, ну или самого себя, оригинальным и запоминающимся подарком. В преддверии 2023 в год кролика повысился спрос на пушистых и милых зверюшек. А в преддверии года драконов все чаще в зоомагазинах спрашивают о ящерицах самого разного размера. Стоит ли дарить такой экзотический подарок, разбирался Данил Ботвинский. Гекконы, эоблюфары, хамелеоны и другие ящерицы действительно отдаленно напоминают мифических существ. А значит, эти экзотические животные вполне могут стать необычным подарком к Новому году. В связи с тем, что у нас сейчас год дракона, вообще вот есть бородатые агамы, их вообще называют драконами, маленькими драконами. Они вырастают вместе с хвостом 60 сантиметров. То есть они очень интересные, любопытные, они узнают хозяина, то есть они очень любят общество человека. Вот такая вот ящерка, она действительно похожа на дракона. Вот-вот она возьмет и меня съест. Но стоит знать, что даже такое странное животное нужно брать с большой ответственностью, чтобы ему не сделать хуже. Мы ее забрали из плохих условий. То есть вначале нам ее предложили как бы на продажу, чтобы взять. Мы ее взяли, рассмотрели ее. Оказалось, у нее сломанная лапка, обожженный хвост. И сидела она на песке. Вот бородатым агамам категорически запрещено сидеть на песке. Они просто его съедают, к сожалению. То есть в природе у них нет такого песка. У них там глиняная поверхность. И они с кормовым объектом захватывают этот песок. Для того, чтобы ваш домашний дракон жил в комфорте, нужно позаботиться о просторном террариуме. Крышка должна плотно прилегать к корпусу и иметь хорошую вентиляцию. О простом пластмассовом контейнере речи быть не может. А так как ящерицы любят тепло, нужна и ультрафиолетовая лампа. Внимательно нужно отнестись и к питанию. У каждого вида свой рацион. И с возрастом он может меняться. До годика у них получается режим питания 70% это не растительная пища, а белковая пища. Это тараканы разные. Но это не как домашние. У нас многие покупатели спрашивают, ой, так вот эти домашние бегут, может быть, ими. На самом деле это мраморные тараканы, мраморные туркменские. А после годика уже больше пища растительная. Ну, так же листы салата, то есть они уже как бы взрослые. И многие вот там спрашивают, как они там пьют. Они, к сожалению, не пьют прям из мисок. Они пьют капельками. То есть обычно это террариум либо брызгают с чем-то. А чаще всего просто носят ванну. Они же линяют, их нужно купать. Несмотря на то, что ящерицы, в отличие от собаки, кошек не требуют много человеческого внимания, их стоит заводить тем, кто любит, знает и понимает толк в экзотике. В противном же случае такой подарок может стать неожиданно неприятным сюрпризом. Даниил Батвинский, Владимир Николаев, РТК «За Байкалье». Уважаемые земелькальцы, дорогие земляки, подходит к концу 2023 год. И это особенное время. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. Это время приятных забот, ощущения волшебства и надежды на лучшее. Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым для нас всех. Это был год ответственных решений и действий новых побед и испытаний. В новогоднюю ночь мы все загадаем свои самые сокровенные желания с верой в счастье, с надеждой на яркую и достойную жизнь. Но есть у нас и одно общее желание – наша победа. Мы гордимся силой духа и доблестью участников специальной военной операции. И очень ждем благополучного возвращения наших ребят домой. Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мира, тепла, любви и счастья. Каждой семье и каждый дом. Когда Новый год – тройной праздник. Участник СВО с января по декабрь 2023-го защищал родину за лентой. И, наконец, на время отпуска вернулся домой, чтобы поздравить сына с днем рождения. Теплая история о простом семейном счастье поделится Екатерина Пешкова. С папой ничего не страшно, даже если тебе еще и года нет. Можно смело пробовать на вкус новогодние шарики прямо с елки или стать настоящим наездником. Теперь Новый год в семье Игоря и Виктории – праздник трижды особенный. И не только из-за предвкушения чуда, присущее этому времени. Этот Новый год я вообще ждала, знаете, наверное, как в детстве. Ждала, потому что, во-первых, у нас 31 декабря у сына день рождения. Нам будет годик. Во-вторых, у нас папа приехал. Мы его целый год практически не видели. Служба родине и долг для папы маленького Миши сейчас на первом плане. И домашние это понимают. За ленту Игорь первый раз уехал еще в 2022-м. Поэтому своего сына видит всего второй раз. Прошлый новогодний отпуск молодой отец вспоминает с особым трепетом. Мы в апреле, получается, узнали, что у нас будет уже ребенок. Я ждал приказ на командировку. И вот 15 июня я уехал. 24 декабря я приехал уже к родам. Получается, 24 декабря я сразу с самолета поехал в роддом. У нас получилось 15 минут постоять там, пообниматься. И все, я поехал домой. Меня отпустили? Ну, выпустили Вику. Мы постояли, поговорили, что полгода не виделись уже. Ну, все время беременности, получается, я находился там. Полгода вот так вот по телефону, по телефону, не понимая того, что ты отец. А тут приезжаешь, и вот буквально через неделю тебе его в роддоме просто дают на руки. И все, у меня было такое счастье, улыбка на лице. Конечно, папы в доме не хватает, говорит Виктория. И счастье, когда маме и Мише удается поговорить с ним по телефону. За нынешний отпуск Игорь Занова знакомится с сыном. И это ему неплохо удается. Ну, вообще, правь дает свое. Как бы вот с дедушками он не очень, как бы на руках. А вот отца, он его взял в руки, вообще было спокойствие. Сейчас здесь царит особая атмосфера. Пока папа водится с Мишей, мама занимается подготовкой к праздникам. Вместе остаемся, Вика в магазин ходит, так я один с ним. И поухаживать за ним, прибраться за ним, как бы, ну, нет проблем. Вскоре после праздников Игорь вновь отправится в зону СВО. Ну, а пока время загадывать желания. И желание этой семьи в 2024 году совпадает с общей мечтой всей нашей большой страны. Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК «За Байкалье». Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Новый год – самый любимый праздник. Время чудес и надежд. Традиционно мы подводим итоги, даем оценку сделанному и планируем будущее. В этот день мне хочется сказать спасибо забайкальцам, которые сегодня отважно защищают нашу Родину и ее ценности на фронтах специальной военной операции. Я хочу поблагодарить руководителей и организаторов отделения Культурного фронта России в Забайкальском крае, которые вместе с общественными организациями ни на час не остановили работу по оказанию помощи защитникам Отечества. На первый план нашей работы значимо вышло воспитание у подрастающего поколения таких качеств, как честь, верность, жертвенность, воспитание сознательной любви к нашей Родине, беззаветное служение, сохранение исторической памяти, традиционных ценностей, семья. Это станет нашим вектором работы и в новом году. Дорогие друзья, коллеги, этот год был настолько насыщенным в культуре, что, мне кажется, прошла целая жизнь. Он был наполнен огромным количеством ярких событий, необыкновенных историй. И все это стало возможно благодаря тому, что мы вместе, благодаря тому, что мы едины, благодаря вашей любви и преданности своей профессии и нашему любимому Забайкалью. Я уверена, что 2024 год станет годом новых ярких событий, новых историй, годом новых побед, побед на всех фронтах. С Новым годом! С новым счастьем! На этом наш праздничный выпуск подходит к концу. Наша творческая команда поздравляет всех наших телезрителей с Новым годом. Пусть все ваши мечты исполняются, цели будут глобальными, а дома и в душе будет мир и покой. Я же с вами прощаюсь. Яркого Нового года! Увидимся в 2024-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова